Слоним Ну, на Слонимщине, на Гуич всегда славились в спортивной деревне, но больше легкой атлеты. Откуда любовь к биатлону? Ну, родители привили любовь. Постоянно в детстве с папой на лыжах катались. И я думаю, это дало свои плоды, поэтому я еще занимаюсь биатлоном. Ну, у нас же тут возможности практически не было заниматься биатлоном. Где начинал? Начинал в новогрудской детско-юношеской спортивной школе седьмого класса. Там отличные тренера, они, ну, помогли мне добиться более таких высоких результатов. Теперь я нахожусь в сборной Белоруссии юниорском, юниорском составе в основном. Наша база находится в Раубичах, самый главный центр страны биатлонной. Сейчас я учусь в педагогическом университете именно имени Максима Танка, это в Минске. Так теперь что, каникулы? Нет, сейчас у нас между сборья пока что отдых, там, пару дней. Вот приехал домой навестить семью. И потом снова уеду на соревнования, на сборы, тренировки постоянно. Так теперь что, кубок IBU? Нет, сейчас у нас пока идет летняя подготовка, именно готовимся к зиме. Но я имею в виду зимой, кубок IBU будет сейчас? Ну да, кубок IBU, юниорские кубки, по стране будем ездить, соревноваться. В сборную национальную еще не приглашали? Ну еще не приглашали, потому что возраст не подходит, но стараюсь, чтобы и результат тоже соответствовал сборной основной. А мечта какая? Стать олимпийским чемпионом. Кто кумир? Кумир, ну если брать из иностранных, это Мартен Фуркат, французский биатлонист. Таким уж не любят все. Ну почему? За его поведение. Ну он такой вот, индивидуальная личность такая интересная, но я его уважаю. В университете сколько бываешь в год? А я только поступил на первый курс, поэтому я там еще не появился ни разу. А, еще ни разу не появился? Да. Сколько сборы занимает? Ну сбор занимает в среднем 18-20 дней, потом мы отдыхаем дней 5, и потом снова собираемся. А где приходилось уже выступать? Ой, ну я уже объездил всю Европу, уже много где, на чемпионате мира, на чемпионате Европы, во многих странах побывал. И самое высокое достижение? Восьмое место на юношеских олимпийских играх в Норвегии, в Лилихамере. Ты все дистанции ходишь? Да, все, которые есть, биатлон в дисциплине все. И в эстафете? И в эстафете тоже. А любимая есть? Любимая, это у меня спринт, классическая дистанция обычная. Смена чувствуется, подрастает? Можем сражаться, как в былые времена? Я думаю, что можем. У нас сейчас юниорский состав такой довольно серьезный, подрастает, серьезного уровня. Я думаю, что в будущем мы будем проявлять себя хорошо, именно будем радовать белорусских болельщиков. С тренерами нашими работаешь или были иностранные? Нет, только наши тренера белорусские. Первый старт у нас будет, ну, уже точно, 100%, это будет в январе, в Словакии будет чемпионат мира юниорский. А, ну, еще будут не такие серьезные старты, будут в декабре, там, но я еще точно не могу сказать. Но на чемпионате мира юниорского впервые были шли или нет? Нет, я уже там выступал два раза. Что самое сложное в биатлоне? Самое сложное, да, я думаю, ну, лично для меня это психологический настрой. Если все будет в порядке именно перед стартом, то и гонка, ну, должна сложиться успешно. Много было без промахов гонок? Ну, не сказать, что много, но бывали, были такие гонки. Что сложнее, дается лежа или стоя стрельба? Для меня лежа сложнее. А почему? Ну, не знаю, но мне как-то стоя проще намного стрелять, я себя более уверенно чувствую. Ну, и над лежкой тоже работаю, я думаю, сейчас будет баланс. Дома часто бываешь? Дома, ну, стараюсь раз в месяц на пару дней заехать. А вообще, ну, редко, постоянно занят. У меня вот сейчас и учеба, и тренировки, и сборы, и все. А в отпуск? Отпуск. Отпуск в этом году проводил дома. Помогал родителям по хозяйству. За грибами еще не съездил? Ну, еще нет. А бабуль навестил? Конечно, картошку выкопал. В конце августа ездил. Ясно. Ну что ж, дай бог, чтобы у нас еще вырос олимпийский чемпион. Спасибо. Удачи. Спасибо.